За сутки в зоне АТО один украинский военный погиб, семеро получили ранения. В штабе говорят, ситуация обострилась. На Луганском направлении было 29 обстрелов, 13 из которых с применением тяжелых вооружений. По позициям украинских войск выпустили 120 мин и снарядов. На Донецком участке боевики нарушали режим прекращения огня 9 раз. В пяти случаях тоже применяли тяжелые вооружения. На Мариупольском направлении интенсивные обстрелы. Всего за полтора часа по позициям украинских войск и жилым кварталам Маринки выпустили 225 снарядов и мин. 8 строений, в том числе 5 жилых домов, повреждены. Президент Украины Петр Порошенко вручил бойцам Национальной гвардии сертификаты на получение жилья и ключей от квартир. Государство ненамеренно останавливается на достигнутом и продолжит решать жилищный вопрос военнослужащих. Максимально эффективно. И почти 500 квартир, за нашими рассчитанами, должны получать нацгвардейцы в 2017 году. Цифры, которые я назвал, очень хорошо выглядят в сравнении с нулями, которые характеризовали ситуацию еще несколько лет назад, где годами. Бойцы внутренних войск и других военнослужащих подразделов вообще не получали жилья. Но я, конечно, считаю, что можно еще покращать ситуацию, и мы вместе с министерством, с урядом сейчас шукаем шляхи для того, чтобы прискорить и решить жилья проблемы защитников веков. Одним из способов решения этой проблемы есть принятие Верховной Рады и законов о спецконфискатах. На Английской набережной в Ницце цветы, игрушки и свечи. Такие же символы скорби можно увидеть в парке неподалеку. Здесь, спустя три месяца после смертоносного теракта, прошла национальная мемориальная церемония памяти погибших. Жители города по-разному отреагировали на такую задержку. Некоторые считают неприемлемым так долго не вспоминать о жертвах. Другие испытывают благодарность за то, что церемонию все же провели. «Думаю, очень хорошо, что церемония состоится, потому что я не слишком чувствовала сострадание правительства после нападения. Как жительница Ниццы, я говорю, что мы чувствовали себя немного забытыми». «Уже слишком поздно. Надо было провести ее раньше. Обычно не ждешь три месяца, чтобы провести церемонию. Это просто спектакль. Можно сказать, предвыборный». В церемонии приняли участие высокопоставленные чиновники политики Франции, а также принц Монако. Президент Франсуа Алланд выступил с речью перед собравшимися. «14 июля было совершено нападение на национальное единство. Это чудовищная цель террористов – атаковать, чтобы запугать людей, развязать насилие и создать разделение, спровоцировать страх, заставить людей почувствовать недоверие. Но я говорю – нет. Эта попытка зла потерпит провал. Единство, свобода и человечность в итоге победят». Трагические события нарушили мирную жизнь Ниццы 14 июля. Сотни людей собрались на английской набережной, чтобы посмотреть фейерверк в честь Дня взятия Бастилии. Примерно в половину 11 вечера террорист направил в толпу людей 19-тонный грузовик и начал давить их. 86 человек погибли, более 300 получили ранения. Президент Алланд сообщил, самой пожилой жертвой теракта было 92 года, а самой младшей – чуть более двух лет. Он также заявил, что Франция, несмотря на нападение, не прекратит борьбу с терроризмом. Во время церемонии зачитали имена всех 86 погибших. В память о каждой жертве на специальном постаменте «Белые розы». В Париже протестовали против договора о зоне свободной торговли между Евросоюзом и Канадой. Его называют всеобъемлющим экономическим и торговым соглашением. В акции участвовали больше пяти тысяч человек. Среди них представители разных ассоциаций, природоохранных групп, профсоюзов и оппозиционных партий. Участники говорят, соглашение нанесет удар по демократии, сельскому хозяйству и коммунальным службам. Протестующие опасаются, что договор снизит стандарты пищевой, экологической, трудовой и медицинской безопасности, позволит большим корпорациям подавать в суд на правительство Европы. «Если мы примем договор Сета, который не защищает прав граждан и потребителей, если мы примем договор, который позволяет иностранным инвесторам оспаривать решения общественности, мы лишимся демократии и создадим прецедент для других подобных договоров, включая соглашение с США. Это недопустимо». Министры торговли ЕС будут голосовать за договор 18 октября. Для его вступления в силу нужно единогласное решение. Затем, 27 октября, документ формально подпишут на встрече лидеров Евросоюза с канадским премьер-министром. Сторонники Сета говорят, договор повысит оборот товаров и услуг более чем на 20%. Это простимулирует экономику и сократит безработицу. Противники соглашения считают иначе. Из-за него за 6 лет число рабочих мест сократится на 50 тысяч. На прошлой неделе премьер-министр Канады Джастин Трюдо призывал ЕС утвердить зону свободной торговли. Он сказал, если блок не сможет этого сделать, это будет означать, что Евросоюз пошел по неправильному пути. Это уже не первый подобный протест. Тысячи человек выходили на митинги по всей Европе, чтобы опротестовать не только договор с Канадой, но и соглашение о зоне свободной торговли США. Протестующие говорят, подобные наговоры действуют против европейцев. Команда из Украины заняла первое место на втором фестивале света в Берлине. Наши соотечественники представили инсталляцию в виде пчелиного улья глазами самой пчелы. На фестивале художники-осветители со всего мира представляют различные световые и 3D-проекции, инсталляции. Сценами для красочных шоу служат исторические и архитектурные достопримечательности Берлина.